Фильм производства компании «Удивительные факты». Практически все люди на Земле, независимо от происхождения или национальности, признают, что вокруг нас ведется жестокая битва между силами добра и зла. Это колоссальная битва между светом и тьмой, истиной и ложью, преследованием и свободой, добром и злом, и в конечном счете между жизнью и смертью. Но что за история скрывается за этим явным парадоксом? Многие религии, включая Библию, учат, что за гранью нашего трехмерного материального мира, который мы видим, существует очень реальный духовный мир, увидеть который мы не в состоянии. В этом невидимом мире, который нас окружает, видна разыгравшаяся титаническая битва между величайшим героем правды и величайшим злодеем. Главный вопрос в том, кто эти главные игроки, и как, где и когда этот вселенский кризис начался. Это самая большая загадка веков, и самая удивительная и правдивая из всех историй, которые нам известны. Сейчас в этот кризис вовлечены все люди на Земле. Да, абсолютно каждый. Вселенский конфликт. Происхождение зла. Глава первая. Падение Люцифера. Падение Люцифера. Падение Люцифера. История человечества полна войн. И каждый человек когда-либо переживал конфликт. Но, чтобы понять происхождение зла, надо вернуться назад во время, когда имела место самая первая война во Вселенной. Эта война происходила не на Земле. Прежде чем наш мир начал свое существование, на небе произошла война. Вообще, слова «война на небесах» звучат крайне парадоксально. Для нас почти невообразимо, что среди совершенных творений Бога в раю могла быть борьба. Что же могло вызвать этот небесный конфликт? К счастью, в древней книге под названием «Библия» изложены подробности, так что мы можем собрать по частям удивительный рассказ. Хотя и трагичная, эта удивительная история любви проникает сквозь века, касаясь лично меня, тебя и каждого человека на Земле. Наш рассказ начинается очень давно, в самой столице небес, месте, которое называется небесами, наполненном ангельскими существами, которые были рады творить волю Бога. Под справедливым и любящим правлением Бога все небо было наполнено радостью, счастьем и совершенной гармонией. Верховным принцем небес и руководителем ангелов был всемогущий и любящий Сын Божий. Большинству Он известен под именем, которое Он получил, придя на Землю, Иисус. Он был един в стремлениях и мыслях с Богом Отцом. Небеса под милостивым управлением Отца, Сына и Святого Духа были удивительным местом, наполненным миром и радостью. Бог Отец, Сын и Дух Святой поручали исполнение своих повелений окружающему их океану неисчислимых духов-служителей, называемых Серафимами и Херувимами, более известными просто как ангелы. Эти могущественные и умные существа находили величайшую радость в исполнении планов Божьих. Но Бог также сотворил одного особенного ангела для служения в качестве руководителя всего небесного сонма. В Библии сказано, что его звали Деница или Люцифер, что значит «несущий свет». Этот Херувим был величайшим из созданных Богом существ и занимал положение наиболее близкое к престолу Бога, второе после Иисуса в управлении небесами. Задачей Люцифера было донесение мудрости и знания воли Бога до остальных ангелов. Люцифер был самым великолепным из сотворенных существ. Он был пленительно красив и наделен удивительными способностями руководителя и организатора. Ангелы очень восхищались им, уважали и любили его как друга. Однако Бог предвидел несчастье, которое Люцифер принесет в Царство Света. Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на Святой Горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, пока не нашлось в тебе беззаконие. С того момента, как Люцифер начал превозносить собственную красоту и силу, его сердце стало постепенно меняться. Он направил свою любовь к себе, и Бог перестал быть для него объектом поклонения. Возможно, мы никогда до конца не поймем, как и почему семена восстания зародились в его сердце. Но пророк Исаия дает возможность проникнуть в сердце Люцифера. Как упал ты с неба, Люцифер, сын Зарии? Разбился о землю, попиравшей народы. А говорил в сердце своем, «Я взойду на небо». «Я выше звезд Божьих вознесу престол мой». «Я взойду на высоты облачные». «Я буду подобен Всевышнему». Желанием Люцифера стала власть Бога, но не его характер. Думая о своих необычайных способностях и красоте, смертельные щупальца гордости и самолюбования пленили его разум. Эта досада и зависть в конечном итоге побудили его нарушить святой закон Бога и восстать против его правления. Тут нам нужно остановиться и кое-что разъяснить. С самого начала Бог установил физические законы для управления материальным миром, в котором мы живем. Без этих естественных законов Вселенная была бы хаосом. Точно так же, нравственный закон Бога всегда обеспечивал безопасность и стабильность космоса. Некоторые считают, что десяти заповедей не существовало, пока Бог не дал их Моисею на горе Синай. Но Писание учит нас, что принципы закона Божьего существовали всю вечность, являясь основанием небесного правления полного любви. Все заповеди его верны, тверды навеки и веки. Основанные на истине и правоте. Десять заповедей — это обобщение Божьего характера полного любви. В первых четырех заповедях описано, кто такой Бог, Его власть, Его территория и авторитет. А последние шесть описывают, каков Бог, Его честность, чистоту и верность. Бог и Его принципы всегда были и навсегда останутся таковыми. И вот, впервые в истории Вселенной, Люцифер собрался изменить эти совершенные принципы. Чтобы заполучить власть и положение Бога, Люциферу требовалась поддержка. И вот он приступил к работе. Он стал вести хитроумные беседы среди ангелов, чтобы посеять семена сомнения и недовольства Божьим руководством. В то же время он искусно подчеркивал собственные достоинства. Он внушал мысль, что Бог злоупотребляет своей божественной властью, а Его закон ограничивает подлинную свободу и счастье Его творений. Используя свои умелые подходы и несравненную силу убеждения, Люциферу удалось убедить большое количество ангелов поддержать Его в восстании. Возможно, вы недоумеваете, как ему удалось переубедить столько высокообразованных ангелов, что они поддержали обманщика восстании. Дело в том, что до тех пор никто из ангелов никогда не слышал лжи. На этой начальной стадии восстания ангелы не осознавали, к чему приведет Люцифера идея возвышения себя вместо Бога. Они не знали, что попытка занять место Бога в конечном итоге приведет к мучению и убийству Сына Божьего на кресте. Как ни странно, Люцифер думал, что сможет скрыть свой коварный план от Бога. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Не подумайте, что восстание Люцифера удивило Бога или застало его врасплох. Бог знает все, включая мысли своих творений. Он отчетливо понимал, что происходило в разуме у Люцифера. И по любви своей Бог предостерег ангела-отступника об опасности. Но в конечном итоге гордость и самолюбие не позволили Люциферу раскаяться. И вместо того, чтобы смириться, он выбрал восстание против Бога. Некоторые недоумевают. Неужели это значит, что Бог сотворил ангела с дефектом? Нет. Но он создал Люцифера, наделив его свободой выбора. Видите ли, свобода выбора – чудесная вещь, но она несет в себе невероятный риск. Включая риск мятежа и возможность отвержения Божьей любви. Понимаете, настоящая любовь не может исходить от запрограммированного существа. Ее нельзя вызвать принуждением, она всегда будет добровольной. Например, какой бы симпатичной ни была эта собачка-робот, она никогда не сможет любить меня по-настоящему. Можно создать видимость, что она меня любит, но это будет всего лишь выполнением заранее вложенных инструкций. У робота нет выбора. С другой стороны, вот эта собачка действительно рада меня видеть. Она полюбила меня всеми своими чувствами, так же, как и я ее. И со временем наши отношения будут расти и укрепляться. Таким же образом, Бог желает подлинной любви от своих разумных созданий. Но для этого у них должна быть свобода выбора. Восстание Люцифера является самым веским доказательством того, что у него была эта свобода. И вот теперь стоял главный вопрос. Что сделает Бог в ответ на это восстание? Как он поступит с Люцифером и миллионами ангелов, которые поддержали его восстание? Многие удивляются, почему Бог сразу же не уничтожил бунтовщика. Ведь он с легкостью мог уничтожить Люцифера одной молнией. Но решила бы ли это проблема на самом деле? Нет, наоборот, это бы только подтвердило сомнения и подозрения, которые Люцифер посеял в умах ангелов. Не забывайте, что Люцифер, как никто другой, знал, как устроено Божье правление. И его уничтожение выглядело бы, как попытка заткнуть рот инакомыслию. Тогда мотивом служения Богу вместо любви стал бы страх перед наказанием. Бог в своей великой мудрости знал, что самый лучший способ выхода из этого кризиса – это позволить ему идти своим чередом. это был единственный способ, который никогда больше не даст восстать злу. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». В притче о плевелах Иисус показывает, что необходимо определенное время, чтобы растение показало свою истинную природу. В своей предвечной мудрости Господь знал, что в свое время проявится истинный характер Люцифера, и всем станет очевиден горький плод его мятежа. До этого времени жители Вселенной не были знакомы со грехом и его последствиями. Но это изменилось, когда они сами смогли увидеть его ужасную и разрушительную природу. В конце концов, любовь и мудрость правления Божьего будет доказана, и Вселенная навсегда будет ограждена от зла. Итак, Люцифер не покаялся, но утвердился в своем желании устранить Бога и занять Его место. Он решил добиваться своего любой ценой и до конца. Он развязал войну на небе против Бога и Его миролюбивого и любвеобильного порядка. Но проиграл ее, и вся Вселенная была свидетелем его поражения. И произошла на небе война. Михаил и ангелы Его воевали против дракона. И дракон, и ангелы Его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы Его низвержены с ним. В Библии не говорится, какое оружие было использовано в этой войне и сколько она длилась. Но это была война, которую человек не сможет себе представить. В Откровении сказано, что Люцифер и третья часть ангелов Божих были в буквальном смысле изгнаны с небес. Но что было дальше? На стороне Люцифера теперь были миллионы ангелов. Но ему нужен был плацдарм для продолжения мятежа. Скоро, очень скоро Вселенная начнет понимать, насколько болезненным и ужасным является грех. Так как война не закончилась, а только началась. Люцифер, светоносец, стал сатаной, противником. Глава 2. Падение человека После окончания войны на небе, сатана и падшие ангелы были изгнаны из славных небесных обителей. Некоторое время дьявол и его демоны скитались по Вселенной в поиске миров, которые поддержали бы их восстание, но безуспешно. В это время в сердце Бога чувствовалась пустота потери Люцифера и его ангелов. И вот Отец, Сын и Святой Дух вернулись к любимому делу, чудесному мастерству творения. Они решили создать новый мир, наполненный миллиардами разнообразных и любимых ими существ. Этот новый мир должен был стать уникальным, потому что главных его обитателей Бог желал сотворить по своему образу. Этим творениям он желал отдать в управление планету, которую мы сегодня называем Земля. Вначале сотворил Бог Землю. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Какое чудесное зрелище! Бог создавал совершенно новый мир, нашу планету Земля. И каждый день творения здесь возникало нечто новое и великолепное. В третий день Господь повелел и возник прекрасный растительный мир. Растения всех форм, цветов и размеров. В пятый день мир наполнился восхитительными экзотическими созданиями, умевшими или парить в небесах, или свободно скользить по голубым водам, а некоторые могли и то, и другое. В шестой день появилось большое разнообразие наземных животных. От огромного слона до крошечного бурундука. Каждый из них нашел себе место на новой планете, чтобы жить в гармонии с другими существами. Также в шестой день Бог сотворил человека. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке. И поместил там человека, которого создал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какая великая честь быть сотворенным подобным Богу, быть свободным мыслящей и самоуправляющейся личностью. В начале человек не знал о своей наготе. Вероятно, из-за того, что до грехопадения он был покрыт славой и светом. Бог сотворил также идеального спутника для Адама, его прекрасную жену Еву. Радостная пара была помещена в великолепный сад, безупречно спроектированный для того, чтобы они были счастливы. Адаму и Еве, как и другим существам на земле, была дана также божественная привилегия воссоздавать себе подобных. Бог намеревался навеки оставить за человеческим родом владычество над этим идеальным раем. Всегда здоровые и счастливые, они работали бы в саду Божьем, радуясь вместе с другими созданиями, доверенными им для попечения и заботы. Природные условия, в которых жили наши прародители, сильно отличались от сегодняшнего мира. На розах не было шипов, насекомые не кусали и не жалили, а львы нежно забавлялись с ягнятами. Но главным благословением было то, что люди жили в полной гармонии со своим Создателем. Каждый седьмой день Адам с Евой отдыхали от своего приятного труда и пребывали в открытом и блаженном общении с приходившим к ним Творцом. Это был великолепный, чудесный мир. И это блаженное состояние сохранялось бы всю вечность, если бы только наши прародители оказались верными в одном простом испытании. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть и умрешь. Из-за того, что Сатана заразил Вселенную своим мятежом, Господь счел необходимым простую проверку любви и верности. Вспомните, что добрые ангелы видели, как третьих друзей была низвергнута с небес во время войны. Как они могли быть уверены, что сотворенные люди не станут на сторону Люцифера и не вызовут новые беды? Поэтому Господь поместил в Эдемский сад уникальное дерево, плоды которого нельзя было есть, что приводило к смерти. Пройдя эту простую проверку на послушание, они бы продемонстрировали легионам ангелов и Богу, что доверяют Его Слову. Более того, это была проверка любви. Поэтому Иисус и сказал в Евангелии от Иоанна, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Но об этой проверке веры узнал кое-кто еще, и он решил использовать это для своей выгоды. Сатана очень завидовал счастливым людям, радовавшимся теперь благословением жизни, которую он утратил. Их счастливая жизнь резко отличалась от его собственной, полной теперь вины, греха и страдания. В своей досаде и гневе он никак не мог оставить невинную пару в покое, потому что грех всегда стремится потянуть за собой и других. И вот однажды, когда Ева занималась своим приятным трудом, она оказалась одна и беспечно приблизилась к запретному дереву. Тогда Сатана заметил появившуюся возможность. Используя привлекательного змея как гипнотизера, падший ангел возвал к Еве с дерева, желая завести с ней беседу. Его очарующие слова были тщательно продуманы с целью вселить недоверие к Богу. И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел». Трагично то, что когда Ева слушала прекрасный и нежный голос Искусителя, у нее появились сомнения в отношении Слова Божьего. Искуситель привлек ее обещанием, что у нее появится необыкновенная мудрость и сила. Это заинтересовало ее. В конце концов, плод, по-видимому, дал змею способность говорить. А какие же силы этот плод мог придать ей? И хотя она встретила змея только что, она поверила его слову больше, чем Богу, который сотворил ее и обеспечил жилищем в райском саду. И вот Ева съела запретный плод и вскоре убедила мужа сделать то же. Адам мог предпочесть остаться верным Богу, но все же посчитал приоритетнее любовь к жене, чем к Богу. Когда наши прародители перешли на сторону врага, сатана приобрел власть над землей. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь. Никто не может служить двум господам. Теперь этот мир должен был стать грандиозным полем битвы между добром и злом. А сердце каждого человека – средоточием этой борьбы. Хотя Адам с Евой мало что тогда понимали, но всего один момент их неверия и пренебрежения открыл двери для страдания миллионов людей на протяжении тысяч лет. Вскоре наши прародители столкнулись с ужасными последствиями их греха. В своем святом состоянии Адам с Евой сияли одеждами славы. После грехопадения эти естественные одежды и света исчезли, и они узнали унизительное чувство собственной ноготы. Стыд и страх пришли на место мира и радости. Они попытались скрыть свою ноготу листьями. Теперь они оказались под постоянным влиянием дьявола. Поддавшись искушению, они ослабили свою волю и разум, и сатана получил власть над людьми. Они больше не могли устоять перед дьявольскими искушениями своей силой. И, наконец, что самое ужасное, они обнаружили, что их постоянно преследует страх смерти. Бог предупреждал их, что непослушание принесет смерть. Они уже пережили духовную смерть. Сколько осталось до тех пор, когда их постигнет и физическая смерть? В тот момент будущее было для них ничем иным, как мраком и отчаянием. И изгнал Адама, и поставил на востоке усады Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к Дереву Жизни. Так же, как падшие ангелы из-за греха были изгнаны из их небесных жилищ, так и теперь за непослушание Адам и Ева были изгнаны из их родного райского сада. Все вокруг них быстро менялось. Род человеческий стал подвержен страданиям, болезням и, наконец, смерти. Даже растения и животные были заражены ужасным проклятием. На деревьях и цветах появились шипы и колючки, а до тех пор мирные животные стали убивать и есть друг друга. Самым ужасным последствием греха было то, что он разделил человека с Богом. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать. При сотворении Адаму с Евой была дана честь беседовать с ангелами и даже с Богом Сыном лицом к лицу. Но Бог настолько идеально непорочен и свят, что никакое зло не может существовать в его присутствии. И когда первые люди согрешили, Бог отнял от них свое святое присутствие ради их же безопасности. Грех привел к духовному ослеплению людей, так что они больше не могли видеть духовные измерения. Отныне прямое общение с небесами стало ограниченным. В то время, как все эти проклятия пали на Адама и Еву, сердце Бога было тронуто глубоким нежным состраданием. Закон, который они нарушили, не мог быть изменен для их спасения, потому что он столь же свят и неизменен, как и сам Бог. Господь знал, что спасти человека можно только одним способом. Поэтому был явлен план, родившийся в самом сердце Бога. План спасения человека от вечной смерти и восстановления всего, что было разрушено грехом. Его осуществление станет поразительным по своей глубине, масштабу и силе. Этот замысел требовал также безграничной жертвы. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Писание ясно говорит в послании к римлянам, что возмездие за грех – смерть. Нарушение закона требовало смерти грешника, и во всей Вселенной была только одна достойная замена человечеству. Только Сам Творец мог уплатить долг Его созданий, встав на их место. И вот, Иисус Христос, Сын Божий, добровольно согласился оставить небесную чистоту, славу и безопасность. Он придет на эту павшую и безнравственную планету умереть во имя человека. Он будет рожден, как невинный и беспомощный младенец, перенесет жизнь, полную горя и позора, но все же совершенную и победную. В конце концов, Он умрет унизительной смертью, чтобы стать заместительной жертвой за все человечество. Через Его жертву человечеству чудным образом будет предоставлен еще один шанс жить вечно. Его кровь будет платой за искупление мира, похищенного сатаной. Этот замечательный план спасения был явно представлен системой жертвоприношений животных, установленной Богом после падения человека. Бог предупреждал Адама с Евой, что они умрут в тот день, когда съедят запретный плод. Но как же получилось, что они остались в живых? Библия говорит, что после того, как они согрешили, Господь дал им одежду из шкур животных. Стоит отметить, что Откровение говорит об Иисусе Христе как Агнце, закланном от создания мира. Это указывает на то, что Агнец был заклан в тот же день, чтобы отвратить их неминуемую смерть. По вере в эту жертву, их смертные грехи символически переносились с них самих на это невинное существо. Агнец, конечно же, символизировал Иисуса. Таким образом, в этой мрачной безвыходной ситуации появился лучик надежды. Через покаяние и веру в кровь грядущего Мессии, любой человек может снова стать Детем Божиим. Но, несмотря на этот чудесный план, сатана пока еще властвовал над землей, и жизнь в этом мире была нелегкой. Многие задают вопрос, почему полный любви и всемогущий Бог допускает в нынешнем мире скорбь и страдания? Но бытие ясно говорит, что Бог никогда не намеревался подвергнуть нас боли и испытаниям такой жизни. Господь сотворил землю прекрасным раем. И только грех Адама и Евы предоставил сатане право управлять нашей планетой. Из-за их трагичного выбора, дьявол и его последователи получили власть искушать и мучить людей, принося боль, болезни и страдания. Возможно, лучше спросить, почему сатана не контролирует человечество полностью? Ответ – Иисус Христос. Наверняка вы уже поняли, что смерть Иисуса на кресте дала каждому из нас возможность спастись. Но на самом деле его смерть сделала намного больше. Когда Спаситель отдал свою жизнь во искупление земли, тем самым он ограничил контроль дьявола над человечеством. Воля или право выбора осталось за человеком, и власть сатаны вредить нам была ограничена. К тому же, жертва Христа дала нам испытательный срок, в течение которого мы можем увидеть различия между правлением Бога и сатаны, а потом решить, кому служить. В конечном итоге, благодаря бескорыстной жертве Христа, царство сатаны придет к концу. И однажды, земля будет возвращена человеку еще более чудесной, чем она была в начале. И когда Адам и Ева стали жить после изгнания из рая, у них все еще была надежда. Бог дал им одежду из шкур жертвенных животных, чтобы покрыть их наготу. Но еще важнее то, что Он пообещал, их грехи будут покрыты кровью Агнца Божия, если они примут Христа и раскаются. Остается только один серьезный вопрос. Примут ли люди щедрый Божий дар? Удивительная история, которую вы только что услышали, истинна, и она касается вас лично. Из-за желания сатаны стать Богом и неверия и непослушания Адама и Евы Богу, все мы находимся в сложной ситуации. С одной стороны, Бог дал человечеству второй шанс обрести наш дом в Эдеме. С другой, если мы не воспользуемся этой чудесной возможностью, мы станем рабами сатаны и будем в итоге уничтожены, когда Бог очистит вселенную от греха. Друзья, нет более подходящего момента, чтобы принять решение в пользу Иисуса, чем прямо сейчас. Никто из нас не знает, сколько еще дней Ему определено на земле. Наша жизнь может закончиться внезапно. Иисус проявил великую заинтересованность в вашем благополучии. Его любовь к вам усмотрела способ избежать грядущей гибели. Он желает только одного, чтобы вы приняли Его, раскаялись во грехах. Через Христа вы сможете обрести прощение и принять Его в свое сердце, чтобы уподобиться Ему по характеру. Сатана будет всеми средствами стараться удержать вас от принятия Божьего дара спасения. Через занятость, любовь к деньгам, какие-то другие привлекательные и отвлекающие вас вещи, он пытается занять вас чем угодно, когда на самом деле важнее всего ваше спасение вечности. Возможно, вы уже поняли, что на самом деле, если вы не избираете Иисуса, вы автоматически остаетесь под властью сатаны. Хотя ужасный выбор Адама и Евы привел к осквернению и смерти, у вас сейчас есть шанс принять лучшие решения. Бог дает вам мир, утолеющий глубочайшие стремления вашей души, и радость, которая вознесет вас над всеми испытаниями этого мира. Сердце Бога полно сострадания и желания спасти вас, чтобы вы были с Ним в раю. Но не пустить вас в небеса можете только вы сами. Представьте, как будет трагично, если вы безо всякой необходимости отвергнете Его драгоценный дар. Вы можете сейчас решить принять обещанное Богом спасение. По сути, в этот самый момент вы можете принять вечную жизнь в Иисусе Христе. Могу ли я пригласить вас прямо сейчас присоединиться ко мне в простой молитве и принять Его чудесное предложение? Пожалуйста, повторяйте за мной. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе сейчас и смиренно прошу у Тебя прощения. Господи, я признаю, что грешен и нарушил Твой святой закон. Я осознаю, что возмездие за грех – смерть. Я верю, что Иисус Христос пострадал и умер на кресте, чтобы понести наказание за все мои грехи. Я верю, что Иисус воскрес из мертвых и принимаю Его как Своего личного спасителя. Отныне я отдаю Тебе свое сердце и называю Тебя Господином моей жизни. Прошу, прости все мои грехи и пошли Своего Духа, чтобы Он помогал мне исполнять Твою волю. Благодарю Тебя за Твою великую любовь и принимаю Твой дар вечной жизни. Прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. 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 Аминь.